С июля в стране значительно расширится функционал госуслуг. Например, через портал можно будет получать сведения о начисленных налогах на имущество, землю и транспорт. Но надо будет оформить согласие на сайте. Теперь как граждане могут направлять в налоговую заявление через госуслуги, так и налоговый может направлять свое уведомление через тот же функционал. Напомню, что до этого это реализовывалось либо письмами, да, в бумажном виде, либо через личный кабинет налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы. От получения уведомлений новым способом можно будет отказаться, но от обязанности по уплате налогов это не освободит. С июля в стране внедряется единый порядок оформления компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Если говорить простым языком, то, в общем, упрощается перечень документов, да, теперь их станет меньше. Это будет реализовано за счет того, что госорганы теперь друг у друга должны сами автоматически, без участия заявителя запрашивать информацию. Напомним, что компенсация за коммуналку в размере 50% положена, например, людям с инвалидностью и ветеранам боевых действий. Часть платы родители могут вернуть при оплате детского сада не менее 20% за первого ребенка, 50% за второго и 70% за третьего и последующих. Максимальная ставка по потребительским кредитам с июля сократится с 1% до 0,8% в день. Более того, микрофинансовые компании не смогут начислять заемщику проценты, штрафы и любые пени на сумму более 130% от основного долга. Уже несколько лет назад государство взялось за эту сферу, потому что, я думаю, что все мы помним, что еще 5-8 лет назад довольно дикие были и тысячи процентов и так далее. Государство постепенно начало регулировать эту сферу, ставя все более жесткие ограничения. Действительно, просто очень высокая закредитованность населения. И в силу невысокой финансовой грамотности ряда граждан у них действительно вот это кредитование очень распространено. И проценты по таким микрокредитам, они, конечно, чрезвычайно высоки. Но вот сейчас это 1% в день. То есть мы понимаем, что это 30% в месяц. Можете сами посчитать, сколько это процентов за год. За незаконную деятельность при взыскании долгов будет предусмотрена уголовная ответственность. Закон должен заработать уже в июле. За угрозы коллектора могут получить штраф от 300 тысяч до полумиллиона. При сговоре и причиненном вреде штраф до 5 миллионов рублей, а срок лишения свободы до 10 лет. Это не значит, что можно не погашать долги. Закон защищает только от нелегальных способов взыскания. С июля значительно упрощаются процедуры закрытия небольших компаний из реестра малого и среднего предпринимательства. Теперь учредителям достаточно единогласно принять решение о ликвидации, заверить подписи у нотариуса и направить в налоговое заявление. Если у фирмы нет долгов, то в течение пяти дней будет принято решение о ликвидации. В середине лета изменятся правила возмещения по ОСАГО. С 15 июля у нас вступают в силу новые правила оформления ДТП, если изначально оно подпадает под правила Европротокола. Теперь можно подавать заявление и обмениваться со страховой компанией документами через госуслуги. Обещают с 15 июля, что этот сервис заработает и граждане смогут выбирать, оформлять ли все по старинке, как говорится, бумажными заявлениями или общаться со страховой компанией через госуслуги. Конечно, не все сервисы будут реализованы через госуслуги. Например, осмотр автомобиля по-прежнему можно будет проводить только при личном визите в то место, куда будет указывать страховщик. До 25 июля включительно можно подать заявление для поступления в ВУЗ на бюджет, в том числе через госуслуги. До 28 июля принимают обращение в рамках приоритетного зачисления. Для платного обучения последний день приема документов 20 августа. Но тут сроки могут различаться, нужно уточнять в ВУЗе. Это касается не только выпускников школ, но и желающих получить второе высшее образование. Заявление подается онлайн, передача оригиналов документов тоже следить за списками можно на госуслугах. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов, События.